Держу пари, что самый толстый в вашей компании хуже всех считает. Нет ни деньги и ни овечек перед сном. Это раздавшееся в ширь существо просто не умеет считать калории. Известно, что одно драже освежающих леденцов содержит 2 килокалории. А среднему человеку для поддержания нормального самочувствия нужно примерно 3 тысячи килокалорий в день. Вот интересно, будет ли он себя хорошо чувствовать, если съест полторы тысячи таких драже? И вообще, как их подсчитывают калории? Это Катя. Внезапно она решила, что весит слишком много. Подруга рассказала ей про низкокалорийную диету. А это работает? Уйма людей пытаются подсчитывать калории в своем ежедневном рационе, чтобы скорректировать свой вес. Но что же такое эти калории? Калория – единица количества работы и энергии, равная количеству теплоты, необходимому для нагревания 1 грамма воды на 1 градус Цельсия. Ну и как связаны нагревание воды и лишние килограммы? Когда пища попадает в организм, из нее выделяется энергия. Излишки энергии, которые мы не тратим за день, у нас откладываются вложения с жиру. Для того, чтобы Кате похудеть, она должна посчитывать количество калорий, которые она съела за день, и количество калорий, которые она сожгла в спортзале. И Кате достаточно будет потреблять в рамках 2000 калорий в день. Самый простой способ расчета калорий – посмотреть на этикетку. Там это обычно написано. 165 килокалорий содержатся в этом йогурте. Значит, чтобы уложиться в 2000 килокалорий в день, нужно съедать не более 12 баночек йогурта. Впрочем, количество калорий можно рассчитать и самим, с помощью калориметра. Простейший калориметр состоит из двух стаканов. Один большой, пластиковый, другой маленький, алюминиевый. Пространство между ними заполнено водой. Если теперь в нем с помощью сухого спирта сжечь йогурт и измерить, сколько вода получила тепла, можно определить калорийность сожженного продукта. Так научились считать калории в 18 веке. Сегодня это делают совсем иначе. В лабораториях калорийность пищи определяют подсчетом энергии, связей молекул, из которых состоит еда, белки, жиры и углеводы. Чтобы определить, сколько энергии таит в себе йогурт, его нужно разложить на простейшие составляющие. Для этого мы должны узнать, какое количество белков, жиров и углеводов содержится в нашем продукте. Когда мы находим содержание этих веществ, мы можем путем умножения на соответствующий коэффициент узнать тот энергетический вклад, который они дадут нашему организму. Лабораторные измерения показали, что калорийность этого йогурта 165 килокалорий. Так считать калории дорого и сложно. Зато получаются точные результаты. После того, как смесь йогурта и спирта сгорела, измерим температуру воды. Теперь, чтобы узнать, сколько энергии отдал один йогурт, в том же калориметре нужно сжечь чистый спирт и опять измерить температуру. Осталось вычесть второе значение из первого, и мы узнаем, сколько энергии, а значит калорий, выделилось при сгорании йогурта. 10 граммов йогурта нагрели воду на 10 градусов, то есть отдали воде 10 килокалорий. Отсюда следует, что в 150-граммовой баночке йогурта содержится 150 килокалорий. Своим результатом Катя довольна. Ведь теперь, не превышая ограничения в 2000 килокалорий в день, она может позволить себе не 12, а 13 баночек йогурта. Очень важно следить за килокалориями. Вот, например, этот йогурт, ой, 130 килокалорий, это я не буду есть, это очень много, а здесь сколько? Хо-хо, 120, уже получше. Но все равно, слишком много для меня. Ну-ка вот этот вот, хо, 90, само то. О, ну, вот только такие йогурты кушайте, чтобы не потолстеть. Ну, все, следите за собой и за своими килокалориями, а то потом вырастут уши там, где не надо. Субтитры сделал DimaTorzok